Миллионному городу миллион деревьев, а еще полтора миллиона цветов и кустарников. Общая сумма, выделяемая из городского бюджета на благоустройство 200 миллионов рублей. Первые в очереди на озеленение на левом берегу скверс 400-летия Красноярска. В этом году его планируют значительно преобразить и придать законченный вид. Также будут благоустроены набережная Качина против Дворца Пионеров, набережная Енисея, Мемориал Победы на Стрелке и развязка улиц Копылова, Кицхавелия и Пушкина. На правом берегу это площадь напротив ТЭЦ-1 и сквер Зеленый на улице Свердловская. Дина Володина побывала на выездном совещании главы города по вопросам озеленения и узнала, что кроме любимых пальм и туй на улицах города в этом году появятся можжевельник и барбарис. Какими цветами и в каких цветах будет украшен Красноярск летом узнаем прямо сейчас. Хороший хозяин, как известно, сани готовит летом, а вот о том, как будут выглядеть цветочные клумбы, задумывается уже зимой. Вот и наш мэр Эдхам Макбулатов сейчас находится в соседней теплице. У него выездное совещание на тему озеленения Красноярска-2014. Пойдемте тоже, а то пропустим важное. Задача УЗС не заключается в том, чтобы конкурировать на свободном рынке. Ваша задача заключается в том, чтобы благоустраивать город. Кстати, в этом году в Красноярске планируют высадить около 350 тысяч тюльпанов разных цветов и разных сортов. Эти уже распустившиеся тюльпаны, конечно же, не для городских клумб. Это к 8 марта. Но те тюльпаны, которые в мае во всем своем многообразии расцветут на улицах города, еще даже не вот такие маленькие. Они еще не проклюнулись из-под земли. Ждут, когда сойдет снег. Из теплицы мы перемещаемся в зал заседаний прямо сейчас, вот за этой дверью. Эдхам Шукриевич Абблатов решает, каким образом в 2014 году наш Красноярск преобразуется, что будет озелено, сколько новых парков и скверов появится. Пойдемте послушаем. Не менее 50 новых скверов и бульваров в городе должно появиться. Причем это не только те объекты, которые будут созданы за счет бюджетных средств, но и за счет внебюджетных источников. Ну а сразу после совещания мы встретились с руководителем управления зеленого строительства Алексеем Пановым и спросили о новинках сезона, что будет нового в этом году. Мы заказали с немецкого питомника следующие виды растений. Это клен приречный, сосногорный, можжевельник казацкий, которые тоже хотим попробовать выставить, как они будут чувствовать себя в условиях нашей зимы, нашего города. Мы перемещаемся в сквер Сурикова. Именно эту площадку управление зеленого строительства называют экспериментальной. Именно здесь летом будут высаживать новые для красноярска растения. Как конкретно будет выглядеть сквер уже этим летом, пока непоятно. Однако мэрия гарантирует 100%, что все планы по озеленению и благоустройству будут согласовывать с горожанами. Так что если вам не все равно, следите за информацией на интернет-ресурсах городской администрации. Дина Володина, Дмитрий Гаврилко, 7 канал, Новости 24.